МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интернационализация юаня. Китайская валюта набирает популярность в трансграничных сделках. Китайская космическая программа. В Китае строится первый коммерческий космодром. В погоне за искусственным интеллектом китайские компании запускают собственные аналоги американских чат-ботов. Познавая морские глубины, в Китае начали увлекаться дайвингом. Сейчас вечер, и улица Дуньи в центре Муданзяна наполнена людьми. Музыка, художественные представления, вкусная еда и напитки, торговля – все это магнит для местных жителей и туристов. Такие мероприятия очень выгодны для нашего бизнеса. Надеюсь, они станут ежегодными. Сюда съехались туристы со всей страны. Чтобы стимулировать потребительский спрос в вечерние часы, заведения продлевают рабочий день, проводят среди покупателей розыгрыши и другие акции. На нашей пешеходной улице появилось много новых интересных блюд, которых раньше в продаже не было. После открытия сухопутных аппаратов между Китаем и Россией мы можем в полной мере использовать преимущества экономического сотрудничества с Россией. Будем продвигать российские бренды, чтобы больше покупателей могли попробовать русскую кухню, купить российские товары и насладиться русскими песнями и танцами. Власти Муданзяна рассчитывают, что стимулирование потребительской активности в вечерние часы окажет благотворное влияние на всю экономику города. По данным Государственного валютного управления КНР, доля юаня в трансграничных транзакциях в марте этого года впервые превысила аналогичный показатель для доллара, достигнув отметки в 48%. Международные компании активно используют юань в своих расчетах. По результатам опроса почти 80% респондентов из китайских и зарубежных компаний заявили, что они намерены и дальше увеличивать долю юань, используемых при трансграничных расчетах. Примерно 55% зарубежных партнеров охотно или полностью принимают расчеты в юанях. Этот показатель по сравнению с предыдущим годом растет. На фоне нестабильности на мировых рынках волатильность традиционно используемых для трансграничных платежей валют растет. Эксперты говорят, что из-за этого предприятия все чаще обращаются в своих расчетах к юаню. Также спрос на юань растет в сфере трансграничных инвестиций, финансирования, а также управления рисками. Чтобы помочь предприятиям снизить риски, связанные с колебаниями обменного курса, Китай развивает открытый и конкурентно способный валютный рынок. Крупнейшие зарубежные экономики повышают процентные ставки, и стоимость зарубежного финансирования резко возросла. Стоимость финансирования в юанях в настоящее время относительно низка, что является большим подспорьем для компаний в снижении затрат на финансирование и помогает им выйти на глобальный рынок. Спрос на юань за рубежом постепенно растет. По данной международной системы SWIFT, доля юаня в мировой торговле выросла с менее чем 2% в феврале 2022 до 4,5% в феврале этого года. Устойчивое восстановление экономики Китая способствует поддержанию стабильности юаня в целом. Осведомленность субъектов китайского рынка о хиджировании валютных рисков растет, а их способность адаптироваться к колебаниям курса юаня улучшается. В южной провинции Хайнань строится первый в Китае космодром, предназначенный для коммерческих полетов. Ожидается, что дебютный запуск состоится уже в следующем году. Это грандиозный проект для всей космической сферы Китая. Строительство стартовало в июле прошлого года. Сейчас формируются два пусковых комплекса для жидкостных ракет, которые планируют завершить к концу этого года. Когда строительство будет окончено, они будут в высоту около 83 метров. Китай инициировал программу коммерческих космических полетов в 2015 году, когда появилось много ракетно-космических предприятий. Одной из проблем сейчас является нехватка пусковых мощностей. Проектная мощность каждого из наших двух комплексов для жидкостных ракет составляет 16 пусков в год. Таким образом, после завершения строительства площадка будет иметь большую пусковую мощность. И это огромный толчок для нашей индустрии коммерческих космических полетов. На космодроме планируют строить еще два пусковых комплекса, но уже для ракет с двигателем, использующим твердое топливо. Также ведется строительство молнии отводов и систем заправки для первого стартового комплекса. Руководство космодрома сообщает, что запуск объекта начнется во втором квартале 2024 года, чтобы удовлетворить быстрорастущие коммерческие потребности Китая в космосе. Важный день для компании iFlyTech. Сегодня здесь запускают Spark — чат-бота на базе искусственного интеллекта, который, как заявляют в компании, может стать китайским конкурентом чат-GPT и нацелен на использование в офисах образования и здравоохранения. Компания iFlyTech специализируется на распознавании речи и ее наработки уже широко используют в офисах, в том числе для записи протоколов совещаний. Теперь с моделью Spark диапазон применения технологий компании еще больше расширится. Изначально наша программа iFlyTech была инструментом преобразования речи в текст. Ранее требовалось, чтобы протоколы совещаний или планы работы составлялись вручную. Теперь с новой моделью этот процесс можно автоматизировать всего одним щелчком мышь, и это повысит эффективность работы. Интерес к чат-ботам резко возрос на фоне огромного успеха чат-GPT, выпущенного компанией OpenAI в прошлом ноябре. В последние месяцы китайские технические гиганты, включая Baidu, Alibaba и Huawei, выпустили собственных чат-ботов. Хорошо, что все выпускают их один за другим. Это показывает, что идет большая волна. Думаю, все предприятия отрасли должны принять эти изменения. Умное оборудование теперь также ждут изменения. Его нужно переосмыслить, ведь теперь у него появилась способность служить, говорить и понимать. Эти прорывы требуют долгосрочных усилий и непрерывных инноваций. В компании iFlyTech обещают развивать представленную интеллектуальную модель. Там уверены, что имеют хорошие шансы на следующем этапе развития технологий генеративного искусственного интеллекта стать лидером в этой сфере. 27-летняя Ван Ивэнь получила сертификат Open Water Diver. Пройдя трехдневное обучение, она сдала экзамен и теперь может погружаться под воду как с дыхательной трубкой, так и с аквалангом. «Когда я впервые пришла на занятия, мне было очень страшно. Тренер брал меня на погружение три раза. Первый раз был неудачным, во второй раз я нервничала еще больше и не смогла использовать прибор для дыхания. Но когда я нырнула в третий раз, я успокоилась и успешно погрузилась. Мне кажется, что это сложное занятие. И я очень рада, что смогла пройти обучение. Я очень счастлива». Океаны занимают более 70% всей площади Земли. Людям всегда было любопытно прикоснуться к тайнам подводного мира. 35-летний Джан Бин только начал свое обучение, но он верит, что в будущем обязательно станет умелым дайвером. По словам мужчины, такая цель у него появилась после того, как он увидел по телевизору, насколько восхитительна и разнообразна красота морских глубин. В тот момент он понял, что хочет увидеть это своими глазами. «Когда я услышал, что в Ченчжу открылся дайвинг-клуб, то решил обучаться здесь подводному плаванию и получить сертификат Open Water Diver. После того, как у меня будет этот сертификат, неважно, где я буду находиться, за границей или в Китае, я смогу погружаться в море и наслаждаться прекрасными пейзажами подводного мира». Первоначальный дайвинг был уделом профессионалов, работающих на морских глубинах. Затем постепенно он стал хобби миллионов людей во всем мире. В Китае дайвингом начали увлекаться в конце 80-х годов, а в 90-е уже начал формироваться соответствующий рынок. И по прогнозам, этот рынок продолжит расти и развиваться. «Я думаю, что в будущем дайвинг будет только набирать популярность. Современные люди хотят отдохнуть и поправить здоровье. А дайвинг как раз позволяет им расслабиться и снять стресс. Этот спорт подойдет как взрослым людям, так и подросткам, которые, научившись нырять, могут больше узнать об океане и полюбить природу». Сегодня среднегодовые темпы роста мирового бизнеса по обучению дайвингу превышают 10%. В Китае же ежегодные темпы роста достигли более 35%. Все больше и больше китайцев хотят обучиться мастерству подводного плавания, чтобы исследовать красоту морских глубин. Редактор субтитров А.Семкин